В эфире новости здесь Новосибирск. В студии Кирилл Полиенко. Здравствуйте. Расскажем о главных событиях этого дня и вначале коротко о некоторых темах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На радости ребятне и взрослым. Новосибирцы купили раритетную пожарную машину и катают на ней всех желающих. Теперь подробности. В Новосибирске прошел очередной митинг против резкого повышения коммунальных тарифов. Акция стала одной из самых многочисленных с момента опубликования решения о росте платежей за услуги ЖКХ. По оценкам организаторов, на площадь Ленина вышло более тысячи человек. Главное требование митингующих – отменить повышение тарифов на 15% и ограничить его уровнем, рекомендованным федеральным правительством. Для нашей области он составляет 4%. И все громче на этих митингах звучат политические требования. Вот и в этот раз собравшиеся призвали отправить в отставку главу региона. Серия акций протеста, организованных различными общественными объединениями, обособлена друг от друга, продолжится в марте. Само повышение тарифов запланировано 1 июля. До 10 марта управляющие компанией Новосибирска должны очистить крыши многоэтажек от снега. Однако на многих домах уже сейчас ситуация критическая. На улице Богдана Хмельницкого кровля с одного из многоквартирных домов рухнула под тяжестью сугробов. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Сложная обстановка и в других сибирских городах. И там уже есть первые жертвы. Лидия Захарова продолжит тему. Жильцы этого двухэтажного дома по улице Богдана Хмельницкого подсчитывают убытки. Рухнувшая крыша повредила трубу отопления. Горячей водой залило квартиры. Лилась вода во всех комнатах, кроме туалета. Сильно лилась вода? Да. То есть это, ну скажем так, хороший проливной летний дождь. Обвалился потолок. Получается, здесь вода стояла, ну где-то не меньше сантиметра толщиной. Ну все, водеют мокрые вещи, постельное белье, шторы мокрые, личные вещи. Жильцы с верхнего этажа говорят, воду вычерпывали ведрами. В комнатах до сих пор влажно, пахнет сыростью. Только в октябре сделали. Ремонт все, стены, потолок все сделали, все пропало. И электропроводка вся промокла. Вот с 24 числа без света. Дом построен в середине прошлого века. Крышу не ремонтировали ни разу. Он у нас в программе капитального ремонта находится. Кровля по графику на 22-й год. Ремонт сейчас управляющей компанией готовит соответствующие документы Министерства ЖКХ Новосибирской области о переносе этого срока на более ранний период с возможностью выполнения работ капитального ремонта в этом году. В Кемерове расселяют жильцов пострадавшего дома в микрорайоне Южный. Здесь перекрытия тоже не выдержали тяжести снега. Здания восстанавливать не будут. Еще до происшествия дом считался аварийным. Жить там невозможно. Вот и все. А что еще могу сказать? У меня, допустим, потолок вот так провалился. В очереди на расселение этот дом стоял одним из последних – во второй сотне. Сейчас людям дали квартиры в маневренном фонде. Власти уже пообещали пострадавшим новое жилье той же площади. В Томске за последние двое суток из-за схода снега с крыш погибли два человека. Один из них – семилетний мальчик. С друзьями прыгал с крыш гаражей. С одного из них подтаявший снег съехал прямо на детей. Вторая трагедия произошла на улице Рабочий. Сторож автостоянки откапывал дрова за гаражным боксом, когда сверху на него обрушился снег. В Омске сегодня ночью шел дождь. Утром появились экстренные сообщения. Над входом в детский сад номер 388 рухнул козырек. Снежная масса сошла с крыши и конструкция не выдержала. Все произошло ночью, никто не пострадал. Десятки жалоб на то, что рухнувший снег повредил припаркованные у домов машины. Сейчас рухнувшую кровлю дома в Новосибирске уже восстановили. Спешно убираются угробы с других частей здания. Мэрия потребовала от управляющих компаний расчистить все крыши до 10 марта. Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни вновь возможны снегопады. Лидия Захарова, Остап Григориян, Салина Штарк, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск. На улице Богдана Хмельницкого начали рубить вековые сосны. На участке, где располагались клуб отдыха и дом спорта, уже уничтожили более десятка деревьев. По словам местных жителей, пилить сосны начали сегодня рано утром. Рабочие предъявили так называемые порубочные билеты. Это официальное разрешение на снос деревьев, подписанное начальником главного управления благоустройства и озеленения Новосибирска. По планам застройщиков, всего спилят две березы, 33 сосны и 6 елей. Взамен муниципалитет обещает высадить 100 крупномерных берез на участках, согласованных с горожанами. Однако многие общественники считают этот обмен неравноценным и вспоминают, что в середине прошлого века даже руководство Новосибирского завода химконцентратов при застройке улицы к природе относилось очень бережно. Эти деревья уникальные. Это вообще ленточные бары. Вот в одном сантиметре сосны находятся 10-14 лет их жизни. Эти деревья вообще, ну только на них молиться надо. Они вообще не зря тут Павлом Гласовым оставлены. Они оставлены для чего? Для того, чтобы вот этот радиоактивный фон они как-то сдерживали. Около сотни новосибирцев прошли по центру города в память о Борисе Немцове. Известного политика и оппозиционера застрелили в Москве ровно два года назад. Конечно, мы хотим, чтобы нашли заказчиков убийства, чтобы был справедливый суд. Однако все мы понимаем, что, скорее всего, дело замнется. Ну, просто хотя бы таким образом мы выражаем свою память и то, что Борис не забыт. Дело его живет. Соратники его готовы поддерживать этот курс. Власти запретили участникам шествия использовать транспаранты с лозунгами, поэтому участники принесли только цветы и портреты. Колонна прошла по центру города, до Нарымского сквера, и там у мемориала памяти жертв политических репрессий состоялся митинг. Завершился он минутой молчания. Отмечу, что Новосибирск – единственный город в Западной Сибири, где власти разрешили шествие памяти Бориса Немцова. Например, в Кемерове митинг не согласовали. Отказ объяснили тем, что это помешает работе транспорта. Новосибирские улицы попали на карту федерального проекта «Убитые дороги». Первыми горожане отметили глубокую колею на улице Арбузова и выбоины на двух улицах Октябрьского района – военный городок и кирпичная горка. Интерактивную карту на днях запустил Общероссийский народный фронт. Антирейтинги отправят в региональные администрации и муниципалитеты с предложением внести их в первоочередной план дорожного ремонта. А помню, что Новосибирск уже получил на дороге миллиард рублей по федеральной программе. Однако решение чиновников о том, как потратить эти деньги, удивило экспертов и общественников. Светлана Шуваева расскажет подробнее. Дорога от Пашинского переезда до Тайгинской – восточный въезд в Новосибирск. В часы пик тут закономерно собирается внушительная пробка, ведь полос всего две. Однако шансов на ремонт у этого участка нет. Дорога за чертой города. И на балансе Новосибирского района тоже не стоит. Бесхозная. Если перенести границу города, вот она сейчас находится на той стороне дороги, буквально на несколько метров сюда, ну там чуть больше, то эту дорогу можно включить в уличнодорожную сеть города Новосибирска, так скажем, паспортизировать ее и также включить в план реконструкции. С таким предложением общественники обратились в мэрию после того, как изучили, какие улицы отремонтируют в этом году в Новосибирске по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» на сумму 1 миллиард рублей. Список объектов вызвал у экспертов недоумение. В городе много других мест, где состояние дорожного покрытия намного хуже. Во-вторых, главная цель первого этапа программы – ликвидировать места концентрации аварий. И не всегда для этого нужно перекладывать асфальт. Отсутствие разметки, нечитаемые знаки, бордюрные камни не в нормативе. То есть те факторы, которые, по сути, и приводят к концентрации ДТП. А ремонтируем мы, тем не менее, покрытие, которое более дорогостоящее и более затратное. Это один из участков, на котором собираются поменять асфальт в этом году. Красный проспект от улицы Писарева до аэропорта. Ремонт обычный, не капитальный, обойдется примерно в 60 миллионов рублей за километр. При этом капитальный ремонт федеральной трассы стоит всего 40 миллионов. Кстати, для капремонта дороги необходимо провести экспертизу проекта, технических решений, сметы. А для обычного ремонта такое заключение не нужно. Общественники и эксперты собираются тщательно изучить всю документацию, чтобы оценить, насколько обоснованы и рациональны предполагаемые траты. Программа рассчитана на 8 лет. К 2025 году в Новосибирске 90% дорог должны соответствовать нормативам. Сейчас таких всего 10%. Светлана Шуваева, Антон Мамаев, новости здесь, Новосибирск. Многодетная семья Мартенс, незадолго до Нового года переехавшая в Кыштовку из Германии, снова удивила сибиряков. Иммигранты решили вернуться в Европу. Неожиданно для администрации Кыштовского района. Напомню, в сибирскую деревню многодетная немецкая семья сбежала от уроков секс-воспитания. Родителям они показались чересчур откровенными. В Кыштовке беженцам были только рады, ведь глава семьи намеревался стать фермером. Там немцы российского происхождения начали обживать заброшенную избу. Детей планировали учить дома. Кроме того, получили финансовую поддержку. Однако на днях мартенцы собрали вещи и снова уехали в Европу. В район администрации пояснили, отец семейства Евгений в Кыштовку возвращаться не собирается и попросил местных жителей не держать на него зла. Суд арестовал на два месяца директора областного дома ветеранов Евгения Рериха, подозреваемого в мошенничестве на сумму более трех миллионов рублей. Мужчина будет находиться в изоляторе, пока правоохранители не завершат расследование. Из материалов дела известно, что Рерих организовал поставки в интернат продуктов питания и товаров первой необходимости через аффилированную фирму по завышенным ценам. В результате на счетах посреднической компании осело несколько миллионов рублей. Следователи полагают, что не последнюю роль в схеме играла и супруга Рериха. Впрочем, ее пока оставили под домашним арестом из-за того, что она воспитывает двух маленьких детей. Жители многоквартирных домов, в которых подвальные помещения используются в коммерческих целях, вправе перевести их в разряд общедомового имущества. Об этом сегодня на рабочей встрече заявил эксперт Федеральной общественной организации ЖКХ «Контроль» Андрей Пинчусов. Площадей, которые после приватизации 90-х годов остались в муниципальной собственности, сегодня эксплуатируют коммерсанты. Там открывают магазины и рестораны. Речь идет также о колясочных и лифтовых помещениях, которые чиновники умудряются сдавать в аренду под небольшие киоски. Как правило, их редко ремонтируют. Жители многоквартирных домов могут требовать в суде возвращения их в общедомовое использование. Эксперты говорят, что это уже, можно сказать, всероссийский тренд, который в Новосибирске пока по каким-то причинам не поддерживают. Намечено во многих администрациях мероприятия по восстановлению прав. Нижний Новгород, Кострома, например, идут по пути, когда администрация муниципального образования подает сама иск к собственникам о признании общим имуществом того или иного помещения. На базе Института ядерной физики СОРАН планируют построить новый адронный коллайдер в разы больше двух функционирующих сейчас. Проект «Супер Чарм Тау Фабрика» – это электронно-позитронный коллайдер станет завершающим шагом строительства самого крупного в России ускорительного центра. Мы будем надеяться, что решение по этому проекту будет принято государством в 2018-м либо в начале 2019-го года. Ну и далее в зависимости от финансирования и вполне возможно сделать этот проект за пять лет. То есть через пять лет уже включить пучки и получить светимость. Новый ускоритель планируют построить на глубине 10 метров под корпусами института. Его периметр составит около 800 метров. Первую часть проекта «Супер Чарм Тау Фабрика» запустили в позапрошлом году и комплекс уже дает результаты. Недавно на работающем в институте ускорителе получили рекордную светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц. Энтузиасты в Академгородке бесплатно катают детей и взрослых на старой пожарной машине. Все для того, чтобы дети могли почувствовать себя маленькими огнеборцами, а взрослые – детьми. О семитонном гиганте по прозвищу «Малыш» Ольга Маховская. Так, маленькие пожарники, все готовы? Родители сегодня тоже за детей. Прошу всех почувствовать себя с детьми на хотя бы на пять минут. Пока. Владельцы этой семитонной красной машины называют ее исключительно «Малыш», хотя возраст, казалось бы, у нее преклонный. Ни одно десятилетие автомобиль числился на балансе немецких пожарных. 47 лет. Семь лет. Старственная жизнь у нас служила пожарной машиной. В «Малыше» все становятся малышами, шутят хозяева. Это главное условие, можно сказать, проходной билет в кабину. Автомобиль купили, чтобы ездить на нем в путешествия. Пока готовятся к походу, выезжают с малышом на прогулку. Ездили, ездили на ней по Академгородку и вообще по городу. И такую закономерность наблюдали всегда. То, что самые яркие эмоции машины вызывают у пожилых людей и у детей. Потому что они сразу дергают за рукавичку «Мама, мама, мама, мама». И, ну знаете, прям объясню эгоистично. Мне большой кайф видеть это счастье в глазах детей. И как бы мы будем считать, что делаем это для себя. Это разовые такие акции. То есть мы не аттракцион, мы не… Ну то есть это наша машина, это член нашей семьи, поэтому мы не хотим его так использовать. Это вторая подобная поездка по Академгородку, будет ли еще – неизвестно. Поэтому те, кто успел прокатиться, карабкаются в кабину по второму и третьему разу. Плюс топи заскармит таким людям, на самом деле, потому что… Нет, слов в наше время, наверное, уже такого мало, чтобы вот так вот… Сказки добавила вот в вашу жизнь? Мама! Конечно. Мама! Во-первых, веру еще в людей, у которых нет какой-то меркантильности, нет выгоды какой-то. Это же здорово. Я обычно на пожарной машине ни разу не ездила. Как бы, ну вот, у меня старшая, младшая. Тебе понравилось? Да. Только еще бы сирену включили, было бы еще… Сирены нет? Зачем сирена? Золотая. На самом деле, у малыша есть все атрибуты настоящей пожарной машины. Вон, там видно даже мигалки, они сейчас закрыты, их включают по особым случаям, только в качестве праздничной иллюминации. А вот шланги и насосы отсюда убрали, ведь этот экипаж пожар не тушит, скорее разжигает в сердцах огонь, желание становиться лучше и добрее. Ольга Маховская, Антон Мамаев, новости здесь, Новосибирск. Это все главные события уходящего дня. Смотрите новости здесь, Новосибирск, в прямом эфире, каждый будний день в 20.00 на страницах в социальных сетях. Далее в программе интервью наших омских коллег, мнение эксперта о целесообразности инициативы депутатов Мосгордумы, а также Новосибирского горсовета ограничить вейпинг, продажу и использование так называемых испарителей, имитирующих процесс курения. Ну и вслед за этим прогноз погоды на завтра в городах Сибири. Сегодня мы поговорим о предполагаемом вреде вейпа, электронных сигарет, о том, можно ли с их помощью бросить курить обычные сигареты и насколько вредно для здоровья пассивное парение. В этой спорной, мягко говоря, проблеме мы попробуем разобраться вместе с заместителем главного врача Омского областного наркологического диспансера Дмитрием Александровичем Никоновым. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый вопрос, вызывает ли вейп привыкание? Есть ли этому научно подтвержденные данные? Знаете, вот сам вейп, да, или парение, он, наверное, все-таки привыкание не вызывает. Это вызывает привыкание именно то вещество, которое находится внутри, скажем так, той колбы, которая испаряется. То есть, по большому счету, вот мы об электронных сигаретах, о вейпе узнали буквально, ну, сколько, 10 лет примерно назад, да, до этого раньше у нас такого не было. То есть, были обычные сигареты, обычное табакокурение. Вейп появился, и вот в последнее время он на самом деле набирает очень большую популярность. То есть, можно говорить уже как о молодежной субкультуре, и очень многое зависит от того, что на самом деле внутри, и что парит, да. То есть, нам известно, что на сегодняшний день та жидкость, которая используется в вейпе, это, в общем-то, с одной стороны, есть абсолютно безопасные для организма вещества, давно известные, да, тот же пропиленгликоль или глицерин, которые, в принципе, отрицательного влияния на организм они не оказывают. Но при этом чаще всего там содержится никотин и какой-то еще ароматизатор. Соответственно, может быть, здесь будет, не может быть, однозначно, здесь, наверное, будет меньше смол, точнее говоря, их здесь не будет, здесь будет, не будет, будут отсутствовать там тяжелые металлы. То есть, то, что вызывает обычные онкологические заболевания. Да, да, то есть, мы об этом говорим. Но зависимость, зависимость, она формироваться будет в любом случае. Там есть никотин, это основное вещество, которое формирует зависимость никотина. А если говорить о психологической зависимости, вот люди, которые парят не опасными веществами, то есть, там нет никотина, проще ли им будет потом перейти на никотиносодержащую смесь? Начиная с потребления простого, скажем так, содержащего какую-то жидкость, просто ароматизатор, то есть, со временем, наверное, да, это будет и содержащий никотин. Это хорошо, если там еще будет никотин. Опять же, смотрите, у нас, по большому счету, государством никак не контролируется ни производство тех жидкостей, которые добавляются туда, да, которые парятся. Что там внутри, это я назвал те составляющие, которые там должны быть. А там же внутри может быть все что угодно, по большому счету, в зависимости от того, в каком подвале их разливали, да, где-то же должно быть производство, а если там окажется, например, спайс? То есть, производство не сертифицировано, можно заказать по интернет-магазину, например? По всей вероятности, да, потому что вот на сегодняшний день, то есть, четко вот такого нету, нету акцизных марок никаких, да, хотя, в принципе, это никотинсодержащая продукция же, по большому счету. С вейпом мы знакомы уже 10 лет, да, по сути? За это время можно говорить о каком-то долгосрочном влиянии электронных сигарет, парении на организм курильщика? Ну вот на сегодняшний день, на сегодняшний день, к сожалению, нету таких масштабных, проведенных, какие бы то ни было исследования, то есть, основа все равно какая-то должна быть исследовательская, под этим положено, да. Единственное, вот то, что на сегодняшний день известно, на самом деле, из открытых источников, опять же, исследования проводились в Америке по поводу, по поводу именно никотина, в том, что именно пар, который выдыхается потребителем вейпа, да, содержит все-таки, в какой-то степени содержит никотин, и в том числе окружающие лица, соответственно... То есть, можно говорить о пассивном курении, да? Да, можно в какой-то степени говорить о пассивном курении. То есть, можно сказать, что человек, который парит, да, он все равно предоставляет опасность для окружающих. В том числе, в том числе, да. А при этом это сейчас никак не регламентируется? Нет, абсолютно. Хорошо, понятно, с этим понятно. Что вреднее, вейп или кальян? Много сейчас говорят об этом. Знаете, опять же, отвечу, наверное, так на этот вопрос. Все будет зависеть от того, что будет, какое вещество будет вейп или какое вещество будет в кальяне. То есть, сказать, что что-то именно вреднее, да... Возьмите типичный никотин. И там, и там. Ну, если с учетом мы берем дым и продукты горения, да, ну, наверное, тогда, наверное, кальян будет вреднее. Многие курильщики говорят, что с помощью вейпа проще бросить курить. Вот как, по-вашему, это так? В практике вообще не попадалось таких случаев, что люди, перешедшие... Наверное, может быть, где-то такие случаи бывают, да, но в официальной медицине, в наркологии мы не пользуемся и не рекомендуем. То есть, это будет просто по большому счету замена потребления никотина с курения табака на ингаляции никотина. Вот и все. Это, скажем так, не способ бросания курить. Их достаточно много существует, медикаментозных. Если человек сам не может, опять же, справиться с этой привычкой, то лучше, наверное, обратиться к специалисту, к врачу-наркологу. А мы с Дмитрием Александровичем Никоновым, заместителем главного врача областного клинического наркологического диспансера, говорили о проблемах, связанных с курением нового поколения, о том, насколько это влияет на здоровье окружающих. Спасибо большое, Дмитрий Александрович, что нашли время ответить на наши вопросы. Я уверен, это очень важная проблема, которая касается многих сибиряков. Спасибо вам. В Томске, где сотни моржей устроили массовое обливание холодной водой, пасмурно, без осадков, днем плюс один. В Кузбассе, где несколько человек получили травмы от лопнувшего колеса Белаза, солнечно, без осадков, минус один. В Омске, где покупатель нашел в банке с зеленым горошком ящерицу такого же цвета, солнечно, без осадков, минус четыре. В Новосибирске, где дети могут покататься на пожарной машине, пасмурно, снег, днем минус один градус.